Здравствуйте! В данном видео вы увидите инструкцию по настройке интернета от Starlink первой и второй версии. Starlink коробка большая, тренога и антенна, кабель. Все очень качественно, очень добротно, очень увесистая инструкция. Такая себе визуальная. При включении в розетку индикации на данном оборудовании минимальна. Напоя светодиод и в принципе все. На роутере тоже есть манюсенькая, назовем ее лампочка, светодиодик белолунный и все. Больше ничего не говорит нам о том, что наше оборудование работает. Есть антенна на треноге, которую непонятно как прикрепить к крыше или к стене, потому что оно не будет нормально, как мне кажется, держаться. И смотрите, чудо чудесное. Эта антенна, она подвижная, она постоянно должна быть в движении. Видите, как наша конструкция превратилась в журнальный столик. И эта тарелка, она когда ловит спутники, она постоянно находится в движении. Поэтому ее нужно таким образом закрепить, чтобы она никуда не улетела. И плюс дать степени свободы для того, чтобы тарелка свободно, спокойно вращалась туда, куда ей нужно. Настройки совершенно минимальны и просты. То есть подключаем наше оборудование в розетку, в сетях Wi-Fi появляется Starlink. Выбираем его, подключились и все. То есть это открытая как бы сеть. Это я вам показываю сейчас на телефоне со старой версией Android. В более новых версиях, кроме Starlink, когда вы подключились к Starlink, выскакивает запрос о введении названия SSID, названия Wi-Fi сети и введении пароля. Вот после этих двух настроек у вас появляется уже своя собственная Wi-Fi сеть под таким именем, как вы указали, с таким паролем, как вы указали и все. Итак, небольшие итоги по Starlink. Естественно, лично мое мнение. Конструкция довольно-таки крепкая. Есть какая-то вот герметичность. Судя по тому, что рабочий диапазон от минус 30 до плюс 50 градусов. То есть это какой-то пластик. Не знаю, насколько он долговечен. Крепление. Крепление здесь, ну, так как данную антенну нельзя ставить, мы пробовали ее выносить просто на крыльцо, на асфальт ставить, так сказать, не ловит совершенно вообще связь. То есть нужно ставить на крышу. Этот крепеж для крыши, ну, как мне кажется, не подходит или мало подходит. То есть нужно крепить как-то за вот эту вот штангу. Причем крепить нужно очень сильно, потому что эта антенна, мало того, что она двигается, она еще имеет определенную парусность. То есть, ну, блин, не знаю, но насколько оно долговечно, тоже у меня вызывает вопросы. То есть это все пластик. Ну, как минимум, конечно, не будет ржаветь. Эта вся штука тоже очень качественная на ощупь. Но насколько, из каких материалов она сделана, непонятно. Здесь, конечно, вопросов нет. Соединение, кабель просто, просто на высшем уровне. Толстенный, жесткий кабель, 30 метров. Производитель CMX Outdoor CMR 75 градусов FTP. For 4 пары 24LWG. Такая вот маркировка. E142 890D. Кто разбирается в кабелях, может быть, подскажет. Патч Cable LF. Производитель. Производитель. E7X. Наверное, CMX производитель. Компания. Не знаю, есть такая компания или нет. То есть, очень все качественно. Конечно, материалы очень крутые. Единственный вопрос по антенне. Я не знаю, у нас есть птички, у нас есть там какие-то там камни и так далее. Ну и плюс вопрос, что должна эта антенна. Она двигается вот так вот. Хотел вам показать, как она двигается. Но почему-то не хочет она сейчас двигаться. Она принимает положение в зависимости. Она ловит автоматические спутники. Вот. Поэтому крепить нужно, учитывая это. А так как ножка короткая, то есть, ее нужно или как-то удлинять. Ну, короче, надо как-то заморочиться с этим делом. Дальше. Когда мы закрепили на крыше, нам нужно будет завести, вот протянуть вот эту баламбоку и вот этот вот разъем, то есть, сквозь стену. То есть, представляете, диаметр отверстия будет, наверное, миллиметров 15, чтобы влезло вот это вот, ферритовые эти всякие защиты. И этот коннектор влез с улицы в помещение. То есть, это тоже нужно учитывать. У кого ремонт и, короче, как-то так непродуманно сделано. С одной стороны, с другой стороны, как можно было это решить, непонятно. Вот. Дальше. Параметры. Параметры этого POE интересные. Напряжение. Вот. POE output. 56 вольт, 1,6 ампер, 56 вольт, 0,3 ампера, 80 ватт. То есть, классный, мощный POE. И сделан очень, очень, опять же, тяжелый, монолитный такой вот корпус. Не знаю, разбирал его кто-то. Говорят, кто-то разбирал эти все роутеры. Разочарование, дальнобойность, дальность действия этого Wi-Fi роутера маленького. То есть, максимум хватает на одну комнату. К локальной сети я не подключал. Как он, кто-то пробовал, не получилось. К сожалению, такой возможности сейчас нет. Это будет, может быть, следующая серия, где я подключу сюда какое-то устройство, switch роутер, и попробую поконфигурировать, чего-то поделать. С этим хозяйством. То есть, дальнобойность очень маленькая. Хватает на одну комнату. То есть, буквально выходишь в коридор, и все, и связь пропадает. Сейчас я попробую подключиться через Starlink приложение из Play Market. И посмотрим, что там он у нас покажет. Приложение, как ни странно, называется Starlink. Имеет огромное количество всяких разных настроек. Все интуитивно понятно. Просто заходите, пробуете и делаете. Ужасно повезло. И достался еще для быстрого тестирования комплект ревизии номер 2. Старлинк. Здесь у нас уже роутер вот такого вот плана. Меня немножко раздражает, что нет никакой индикации. Работает он, не работает. Зачем вот эти штучки? Зачем вот эти вот кружочки? Это что это такое? Куда это? Зачем это? То есть, никакой нигде индикации нет. Вот тут вот снизу есть такой светодиодик, который говорит о том, что у нас что-то там работает. Теоретически, вот сюда подключается свитч и, вернее, патчкорд, который мы подключаем в наш роутер. Теоретически. Практически я проверить это не могу, потому что нашу антенну нужно выносить на крышу. На крышу у меня сейчас нет возможности подняться для того, чтобы до конца протестировать все его супервозможности. Это будет видео номер 2. Вторая серия нашего приключенческого сериала. из того, что я прочувствовал на своей, так сказать, шкуре. Качество вот этого второго комплекта. Кабель тут тоньше и он какой-то более жесткий. Но что-то они тут с качеством намудрили. Что в первом комплекте? Что во втором? Вот это тот коннектор, который у нас идет от антенны. Он очень громоздкий. То есть нам нужно, если вынести антенну на крышу и потом заводить от антенны вот это вот внутрь помещения, представляете, какую дыромаху нужно вывалить в стене, чтобы вот это вот хозяйство протянуть. Я не знаю, почему они это не предусмотрели. Это просто какое-то безобразие. То есть вот этот коннектор, который пошел у нас в антенне, нужно будет потом завести внутрь в квартиру, в помещение. Ну, это просто безобразие. В первом комплекте было большое в ревизии номер один. В ревизии номер два еще больше. Ну, Илон Маск, конечно, елки-палки. Значит, такие результаты наших экспериментов. Нужна видимость, чтобы антенна видела спутники. То есть надо куда-то крепить на стену или лучше всего на крышу. Антенна вращается, крутится вот в этой плоскости и покругленно крутится. Сама автоматически настраиваясь на спутники. Крепеж вот этот вот совершенно никуда не годный. То есть оно не годится. Тут есть отверстие. Ты снимаешь меня? Да, да. Отверстие для крепления, но, как мне кажется, оно никуда не будет годное. То есть надо придумывать какой-то крепеж дополнительно. Ножка эта короткая. То есть ее как-то нужно удлинять, что ли. Придумывать какую-то трубу. Видно, что разработка сырая. Вроде бы как и качественно все сделано, но куча-куча недоработок. Сейчас мы подключили через переходник, через этот адаптер, который шел в комплекте. Подключили напрямую в наш роутер. Роутер микротик или микротик. Кто знает, скажите в комментариях, как правильно. Подключили и попытаемся поймать интернет. Старлинк. Чтобы он раздавался через наш роутер. Сейчас в положении журнального столика не ловит он никакой спутник пока. То есть когда наша антенна начнет двигаться, выберет положение, споймает спутник, наладит с ним связь, тогда появляется интернет. Это будет у нас сигналом. Связь эта происходит долго. Видите, уже сколько времени я с вами беседую. До сих пор ничего не произошло. Не находится. Хотя буквально минуту назад нашло и все заработало. Ждем. В чем? Давайте попробуем еще сильнее высунуть. Мы на балконе. Мы сейчас на пятом этаже обычного девятиэтажного дома. Пытаемся поймать спутники Старлинк. Сегодня еще пас можно. Может быть это тоже влияет. Лучше всего, конечно, на крыше. На крышу мы не пойдем. Потому что все выходы на крышу сейчас закрыты. Доступа на крышу нет. Ну, давай уже. Ахалай-махалай. О, вот. Пошло движение. Видите? Вот сейчас появился у нас Wi-Fi. Посмотри второй рукой на своем телефоне. Wi-Fi появился. Зачем они сделали белую эту антенну, непонятно. Она уже буквально сколько я ей попользовался. Уже вся в цяточках каких-то черных. Надо было делать ее какого-то нейтрального цвета. Серая, может быть. Ну как? Нету? У-у-у. Блин, я поздно. У нас поменялось положение антенны. Давай теперь посмотри, пожалуйста, Wi-Fi появился ли. Тихо. Несколько минут мы ждали, пока произойдет связь со спутником. Просканировали небо через приложение Starlink, которое мы загрузили с Play Market. Да, есть интернет. А ты к какой сети подключен? Это вот Starlink к самому. Starlink? Да. А ну теперь подключись к нашей сети. Так, сейчас. Работает. И наша сеть работает? Да, работает. Класс. Ребята, мы провели в результате нашего эксперимента мы убедили, что оборудование Starlink стыкуется с оборудованием MicroTik. Скорее всего, таким же макаром мы сможем состыковаться с любым роутером независимо от фирмы-производителя. А теперь посмотри спид-тестом какую скорость мы сейчас поймали. И сними на камеру. Так именно к Starlink самому нужно, да? Давай к Starlink ну да, к Starlink да. Сейчас. И сними это на видео покажи. Единственное, что держать-то конечно другое. Надо крепить. Куда-то нужно крепить. Но крепеж конечно оставляет желать лучшего. Будем писать Илону Маску письма с просьбой доработать крепеж. Потому что это конечно его ни на крышу не поставишь потому что сдует эту антенну при первом же ветре более-менее сильном. Но какое-то какое-то движение происходит то есть оно жужжит как-то. Что-то какие-то 5G-волны издают какие-то звуки. Интересно посмотреть это как эти волны распространяются о смотрите видите то есть он автоматически сам ищет оптимальное положение он она антенна Starlink не знаю как назвать этого робота ну как там что-то не грузится спид-тест оффлайн онлайн ну что-то что-то не нравится все-таки нужно нужно на крышу ставить чтобы была максимальная видимость и отсутствие всяких разных препятствий или мало спутников по идее должны быть еще наземные станции типа антенн как вот сотовые связи что-то типа такого должно быть еще в Украине еще такого 6 мегабит андроид интернет 14 мегабит 17 ты снимаешь сними это 17 мегабит у нас выгрузка 959 миллисекунд задержка роутер интернет 21 мегабит что это такое 250 мегабит какие-то цифры показывать сильно фантастически прям не верится а теперь 106 упала возьми пожалуйста на моем компьютере на вот этом вот запустить спид тест программу через интернет знаешь как запустить сайт спид тест спид тест да спид тест и проведи тоже тестирование сними на телефон старш выключай делай получает да 20 мегабит 19 10 до 10 9 оно колеблется очень сильно 15 14 сейчас вообще упала и есть еще интересные нюансы по заказу данного комплекта старлинк я сделал заказ когда я заказывал антенну и все это оборудование старлинк я вводил в английском языке свой адрес из google maps то есть я вводил в google картах на русском языке или на украинском языке свой адрес и потом выбирал язык английский чтобы оно мне перевело на английский язык и этот адрес копировал и вставлял на главной странице на главной странице адрес причем там выпадает когда вы начинаете вставлять выпадает адрес он подсказывает вам сама система сам сайт старлинк подсказывает какой адрес есть у них на их карте и при этом не выбирается номер квартиры только номер дома выбирается почему-то странно то есть я заказал этот комплект у меня сразу же автоматически сняло 99 долларов при этом было написано что эти деньги вот refunded вернуться мне как как это вернется короче я так и не понял потому что вроде бы как сейчас для Украины есть какие-то льготные льготные условия использования старлинка какие льготные условия никто не знает как это все происходит вообще никакой информации совершенно на сегодняшний день на 5 апреля 2022 года совершенно никакой информации нет поэтому я как бы испугался сделал возврат здесь на сайте такая есть но сейчас ее нет она неактивна вот типа возвращены мне денежные средства возвращены я сделал запрос на возврат вообще работает все очень четко то есть в течение буквально нескольких минут мне пришла смс от моего банка что 99 долларов мне назад возвращены на мою карточку но сами физические деньги переместились ко мне на мой счет спустя несколько дней то есть ну где-то 2 или 3 дня прошло и вот они физически пришли вернулись назад на карточку все работает четко все работает серьезно по поводу оплаты тоже непонятно но скорее всего вот есть биллинг баланс 0 и тут прописывается мой 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 номер карточки вот автоматический метод оплаты то есть автоматически оплачивается если сюда зайти то тут можно увидеть короче нифига тут не видно но где-то я видел номер карточки номер карточки прописан и автоматически по идее каждый месяц будет сниматься 99 долларов поэтому я все отменил и будем ждать какой-то более подробной информации по поводу всего этого дела если бы не цена в принципе вроде бы как интересное предложение независимый такой интернет но скорость вы видели какая слабенькая это где-то нужно вешать на крышу это все у нас в наших наших так сказать реалиях все сопряжено с огромным количеством всяких разных нюансов то есть если я в своем девятиэтажном доме на крышу куда-то повешу то она просуществует эта антенна буквально скорее всего до каких-то совсем незначительных временных рамок то есть кто-то найдется желающий поживиться этой антенной просто отрежут заберут промародерят и все поэтому где-то цеплять на балкон вот я попробовал вы видели свесившись с балкона немножко держать антенну то есть скорость не очень очень не очень очень слабенькая скажем так поэтому ну это нужно в собственном доме где-то вешать плюс вот этот вот момент с толщиной кабеля когда нужно сверлить довольно-таки большое отверстие для того чтобы этот кабель завести с улицы тоже такое не очень не очень удобное неудобство поэтому куча нюансов куча вопросов пока вопросов больше чем ответов поэтому ждем ждем плюс нюанс что 5G вреден очень для здоровья тоже как-то меня немножко смущает поэтому пишите свои какие-то замечания пожелания и может быть у вас какая-то есть информация по старлинку давайте обмениваться давайте быть так сказать на среде новых технологий как минимум будем знать с чем мы имеем дело и как-то с этим делом работать либо противостоять если будет в этом необходимость за сим разрешить и раскланяться